Вы знаете, кто вот не ходит по магазинам, вообще гуляет сама по себе? Это кошка, у нас есть традиция, вы знаете, мы рассказывали о бездомных, приютских кошечек. Это кто у нас? Шурочка. Какое-то такое бисексуальное имя. Мальчик, мальчик, девочка, кошечка. Девочка, да. Шурочка, да, вот постараемся найти. У вас, кстати, есть домашний кот? У меня есть, да. У меня есть кот, зовут его Шанти, уже 5 лет он с нами. Породистый, наверное, какой-то, да? Он британец, да. Британец, а... Ну, я его очень-очень сильно люблю, да, и вообще животных я обожаю, и, конечно, я всегда за, чтобы вот такие не на улице оставались, а жили дома в теплых семьях. А в детстве были у вас животные? Тоскала домой, каждый, во-первых, была традиция, начиная с моего дедушки, у меня дедушка работал таксистом. Дедушка по какой линии? По маминой дедушка, вот, по маминой линии, он у меня был такой большой крепкий мужчина. Вот, но при этом татарин, но при этом вот бабушка поставила такие условия, что животных нельзя. А мне так было обидно, я была маленькая, я очень любила животных. И вот каждую неделю, возвращаясь, каждый день, возвращаясь, значит, он в таксопарке оставлял машину. Так, Шура не очень довольна. Нет, заберите девушку, потому что... Заберите уже в семью, пожалуйста, кто-нибудь. Видите, кошка требует. Да. В общем, каждую неделю, возвращаясь, каждый день, возвращаясь с работы, оставляя машину в таксопарке, он шел и по дороге, где-нибудь у гаражей, все время приводил какую-нибудь собаку домой. Так. Но бабушка не любила с ним скандалить, поэтому ночью она с всем этим делом соглашалась, а утром уже, значит, она выгоняла собаку, накормив ее, естественно, напоив, но выгоняла, говорила, ой, дорогой, он говорит, а где, где? Я вчера привел, он говорит, ну вот я открывала дверь, значит, дверь нараспашку, все, убежал, я по лестнице за ним не успела движать. И каждый раз какие-то новые-новые истории были. В общем, и со мной то же самое, так же я водила и котов, и кошек домой, потом это где-то продавалось около детского мира, вот, со стороны моих бабушек и дедушек. Вот, поэтому, когда я выросла... Задорого можно было бы кошку от Ксении Бородиной, вам надо еще приют организовать, это, кстати, тоже тема. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы Правда 24, которая выходила на канале Москва-24 с 12-го года, прошло с кошками. Я приютских животных пристраивал во время эфира, то есть я старался их как-то разрекламировать, и наша команда отвечала на звонки во время эфиров, это вот чаще всего были прямые эфиры, и достаточно часто животные находили у нас своих хозяев, ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно, ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда, даже когда это не видно. То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Бегчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави, тогда был Кирилл Серебренников, просто скучен лошадь. Мне прямо на колене, то есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость, то есть его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен, Аниси такой, которая ловила котейку в студии, потому что там масса таких мест, куда животное забьется, его просто там не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности, во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного, но его там звезда потискала, подержала, пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. И почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа есть конкретная польза. Все-таки находим котейкам хозяев. Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту. Евгений Додорев, Халда 24. У нас такая традиция из передачи. Да, вы знаете, да? Я очень люблю вашу программу, на самом деле. Спасибо, спасибо. Очень люблю наблюдать за окошками, которые рядом с вами оказываются. Да, вот не знаю, как... Это Лео, не знаю, все зависит от вашей энергии. Во-первых, Лео я. Я по гороскопу Лев. Я тоже Лео. Да, да, да. Во-вторых, у меня два кота. Да вы что? Мейн-кун. Вот такие огромные, по 13 килограмм. Они мне чуть ли не уже сами двери открывают. Я когда смотрю вот на такого Лео, я сразу хочу его забрать. Но, понимаете, куда уже? Я вам и не предлагаю. У вас достаточно поклонников, которые... Сейчас же телефон у нас на экране. Друзья мои, заберите Лео. Он прекрасен. А главное, он спокоен. А еще у него очень грустные глаза. Ему нужен хозяин. Спасибо. Вернее, так, друг. Да, это правильно. Знаете, как говорят, что... Хозяин, да, это они хозяева в доме. Хозяева они в доме. Это вы же сказали про мейкунов. Собака думает, что, значит, человек – это бог. А кошка думает, что бог – это она. Да, все остальные прислугы, да. Откуда у вас эти мейкуны? Это подарки или как это получилось? Нет, я их сам приобрел. Но, знаете, я никогда не думал, что у меня будут коты. Я вроде как-то так не замечал за собой вот такой особой любви, что ли, и необходимости дома иметь кошку. Но в какой-то момент я их увидел. Мне говорят, смотри, какая красивая кошечка. Я говорю, боже мой, что это за порода? У них, знаете, пушки особенные. Потом они вырастают вот такими вот большими львами, в самом прямом смысле этого слова. И когда я пришел в питомник, я увидел вот таких вот маленьких каких-то... А вы сразу бои взяли, да? Нет. Я взяла одного. Так, и мальчика, девочку? Мальчика. Мне понравился там другой, на самом деле, один кот. Я говорю, вот мне вот, я колеблюсь вот, либо этот, либо тот. Я говорю, ну, возьмите их на руки. Так. Ну, еще я взял одного и второго, и тот, кто мне очень нравился, он сразу бам-бам-бам и убежал. А это так повис, и так смотрит на меня. И эта хозяйка питомника говорит, ну, по-моему, все ясно. Ну, да. Я говорю, абсолютно. И самое потрясающее, что когда я приехал через два месяца его забирать, она говорит, вы понимаете, я вам не вру, но вот посмотрите внимательно. Открывается дверь, все разбежались, он один вот так сидит и смотрит. Она говорит, вы понимаете, что он вас ждет? Я говорю, все, забираем. Ну, и так как я гастролирую часто, и он скучал, я ему через год привез сестру. Причем его родная сестра из другого помета. Видите, я теперь какими словами апеллирую, я теперь все это знаю, разбираюсь. А стерилизованные, кастрированные? Да, да, да. А то у вас тогда будет столько мейкулов. Ну, мне на самом деле было жаль. Ну, что делать, что делать? Вот в это вмешиваться, но врачи мне сказали, что так лучше для домашних животных. Поэтому они теперь в вечном детстве, они любят только меня и друг друга. А как зовут? Елисей и Алиса. Сами передумали. У них сказочные имена. А, кстати, Лео, он кастрированный? Да, то есть он предпродажную подготовку... А сколько ему? Полтора года. Полтора года, да. Он уже взрослый мальчик. Что же он такой одинокий, грустный? Ничего, будет не одинокий. Я думаю, что с вашей подачей. А можно будет потом его поддержать? Да, это было бы супер просто. Я считаю, что это сразу повысит его шанс. Да? Многократно совершенно. В любой момент. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.